После теоретической подготовки, как только устанавливается тёплая и спокойная погода, детвора выходят в море на практические занятия. Для Димы Расторгуева это второй сезон. Перед тем, как спустить яхту на воду, её необходимо тщательно осмотреть. Всё проверить, чтобы оно закреплено было, как ходит. Проверите, очки всё привязаны, всё как ходит. Всё вставлено, чтобы штаг был натянут, всё проверено. Сегодня, по словам Димы, погода не очень подходящая. Когда ветер сильный, скорость очень хорошая и очень такой адреналин. При сильном ветре не всегда удаётся справиться с яхтой. Разворачиваясь, она может перевернуться. Такие случаи у Димы уже были. Будущий капитан знает, что паниковать не стоит. Ветер как-то изменился, яхта слишком быстро накоренилась, я не успел ничего сделать. Лёг, но я быстро переплыл, взял за шверт, поднимать начал. В клубе занимаются не только юноши. Стать капитаном дальнего плавания мечтает и 15-летняя Виолетта Щербакова. Три года девушка успешно осваивает морское дело. Мозоли на руках и постоянная усталость. Но в море все равны. Поблажек для слабого пола нет. Мне было очень страшно. Эти крены. Я думала, мы сейчас перевернёмся. На самом деле ничего страшного потом не было. Что он привыкла, велась как-то. Потому что я хочу продолжить своё будущее именно с морским делом. И поэтому я сюда хочу. Предстоящий летний сезон у юных моряков будет насыщенным. 1 июня стартует традиционная городская регата, посвящённая Дню защиты детей. Спустя несколько дней лучшие яхтсмены клуба примут участие в розыгрыше Кубка Украины, который пройдёт в Днепропетровске. Руслан Левицкий, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5.